В интернете после какой-либо информации можно прочитать комментарии в форме ненормативной лексики. У меня давно назрел вопрос, почему этих горе-комментаторов не наказывают и какое наказание может грозить матершинникам? Да, такое наказание нашим законодательством предусмотрено в соответствии с федеральным законом от 18 марта текущего года в статье 20.1 Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за мелкое хулиганство, внесены изменения. Эта статья дополнена частями 3, 4 и 5. В соответствии с частью 3 статьи 20.1 теперь в настоящее время предусмотрена административная ответственность за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации, выражающей в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и Конституции Российской Федерации. За совершение данного правонарушения предусмотрена ответственность и возможно назначение наказания в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч. Частью 4 данной статьи предусмотрена ответственность за совершение повторного нарушения, предусмотренного частью 3, за что предусмотрено наказание в размере от 100 до 200 тысяч рублей, либо административный арест на 15 суток. Частью пятой данной статьи предусмотрена административная ответственность за совершение того же деяния лицом ранее подвергнутым административному наказанию два и более раза совершения аналогичных правонарушений, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо административный арест на 15 суток. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями третьей, четвертой и пятой данной статьи, составляют органы полиции. Рассматриваются они судьями, и обо всех фактах совершения данных правонарушений в течение 24 часов должны быть уведомлены органы прокуратуры. Данные изменения вступили в законную силу с 29 марта текущего года.